Привет, друзья! Надеюсь, вы не скучаете в Animal Crossing, а если вдруг не знаете, чем себя занять, то подпишитесь на этот канал. А если серьезно, то сейчас наступает время такого события в игре под названием «Листопад» или в английской версии «Кленовый лист». Оно проходит в северном полушарии в период с 16 по 26 ноября, а для игроков в южном полушарии этот ивент выпадает на 16-26 мая. Со входом в игру вас проинформирует Изабель, что осень подходит к концу и уже начали осыпаться кленовые листья, намекая нам, что пора бы устроить охоту за этими яркими летунами. Эти красноватые листочки вы повстречаете по всей территории вашего острова. И точно так же, как на всех прочих ивентах, у нас, конечно же, имеется набор предметов мебели и гардероба из этих самых кленовых листиков, что не может не радовать. А получить инструкции по изготовлению всех этих приколюшек вы можете случайным образом, взбивая пролетающие по вашему острову шары. Ну а как взбивать максимальное количество этих самых шаров я рассказывал в отдельном видео. Кликайте по всплывающей подсказке, смотрите и помогайте продвинуть канал. Ну и не забывайте проверять бутылки на пляже утром и вечером, а также на островах Замеленука, а не то, что там есть. И еще в гости к жителям ходите, конечно, как обычно, ищите тех, кто мастерит и получайте инструкции. Но я выбивал, по-моему, все из шариков, возможно, что-то в бутылке было, но не суть. Ну и вот перед вами полный список всех вещей листопадной коллекции. Эти все инструкции, плюс вот еще одна, которая выбивается из серии, но тоже относится к коллекции листопада, так как для ее создания нам потребуются все те же кленовые листики. И не будем долго растягивать этот ролик и сразу же перейдем к рассмотрению всех изготовленных предметов на острове Харви. Вот я по обычаю начинаю с полов обоев и у нас первым появляется поллистопада. К нему на пару идет стена осень. А вот ковра в этой коллекции нет, подумал я, вспоминая предыдущий год. И вот выкатил вам на его замену ковер из предыдущей коллекции, которую мы собирали из шишек и желудей. Помните, вот недавно буквально. Дело в том, что этот ковер-желудь был добавлен в обновлении Animal Crossing 2.0. И я подумал, вот добавлю его сюда, почему бы нет, чтобы не делать отдельный ролик по обновленной коллекции шишек и желудей. Пускай полежит здесь. И вот уже, когда я отснял весь материал для этого видео, я нашел еще один новый предмет, когда сбивал шарики у себя на пляже. И нам, друзья, все-таки добавили новый предмет под названием ковер-кленовый лист. Уже к Харви я не стал ехать его показывать, а вот бросил его дома на пол, чтобы вы посмотрели. Тут смотреть особо нечего, смотрится офигенно, скажу вам. И спасибо Нинтендо, что вы все-таки хоть как-то обновляете наши коллекции. Ну и больше новых предметов нам не добавили в эти две коллекции, поэтому возвращаемся обратно в фотостудию. Охапка красных листьев дополнит нашу коллекцию охапок, которые мы создавали из шишка желудей. А табурет-лист можно изменять при помощи наборов для переделки, напоминаю новичкам, на любом вашем верстаке. В итоге получаем мы такие вот вариации его окраски. Пруд из камня нельзя изменять, но смотрится он хорошо, как, впрочем, и другие подобные прудики. Плавающий кленовый лист в нем явно намекает нам, из какой он коллекции. Арка из даров леса может быть создана в темных тонах и переделана в чуть более светлую версию. Аналогично и большое дерево из даров леса, представлено в двух вариациях. Кленовый лист-зонд мне очень понравился, так как он выглядит точно как большой лист, и при этом он... зонд. Ну, я хоть и говорю в шутливом тоне, но от этого зонд не выглядит как-то ущербно. Мне вот он понравился реально. А вам как такое? Ну и последний предмет коллекции, это сумочка кленовый лист. Она навечно заняла место в моей коллекции вещей. Очень классная сумочка, которая подходит под различные образы. И я бы сказал, это прям унисекс, подойдет и мальчикам, и девочкам. И вот, как вы видите, я уже быстренько сегодня разделался с праздником листопадничка. И надеюсь, как всегда, что вам было как минимум интересно, а может кому-то и полезно. Подпишитесь, что-то под видосом напишите, и на стрим на мой второй канал Шаман Геймс заходите. В дискорд вступайте, и развлекайтесь, не хворайте. А с вами, как всегда, был Шаман, и всем покеда!